Старший сержант, командир штурмового отделения отряда специального назначения, друг и соратник. Человек с большой буквы, который никогда не бросит товарища в бою, который всегда придет на выручку. Таким запомнили Руслана-сослуживцы. 26 сентября 2022 года отряд Руслана попал в засаду. Получив тяжелое ранение, он погиб, прикрывая собой боевых товарищей. Да, с трудом, так будет говорить, да. Не могу даже до сегодняшнего дня поверить, что его нет. Время выбрало нас. Так говорили солдаты и офицеры и погибали, защищая Родину. В минуту опасности, не подчиняясь страху смерти, они честно выполняют свой долг. Русланом Ахмедьяновым гордится не только область, но и вся страна. Все мы слышали о том, что Руслан всегда занимался спортом, занимал призовые места, являлся победителем многих соревнований. Но самое главное, он был сильным духом. Он делал все возможное для того, чтобы быть всегда готовым защитить своих родных, близких и нашу с вами Родину. Несмотря на высокие воинские достижения и звания, главными в жизни Руслана были роли сына, брата, мужа и отца. Родные военного по сей день не могут принять утрату и со слезами на глазах вспоминают, каким любящим и заботливым он был. Каким он был отцом, скажите? Самым лучшим для своих детей? Каким можно быть? Такому только можно мечтать. Главным примером жизни Руслан был и для своего племянника. Он всегда подражал ему, хотел быть похожим на него. Сейчас он гордится им. Первый тренер Руслана сегодня вспоминает, как к 10-летним мальчикам отец привел его в секцию греко-римской борьбы. С малых лет, имея твердый стержень и дисциплину, мальчик становился победителем и призером различных соревнований, завоевывая одну награду за другой. Я всегда как папа с сыном разговариваю. Так что у нас были общие понятия, понимали друг друга с будущего. Руслан выполнил норматив кандидата в мастера спорта, но дальше идти по спортивной стиле не стал. А служив в армии, сразу подписал контракт и встал в ряду бойцов-защитников. Прошел многие горячие точки, а в последний свой бой ценой собственной жизни прикрыл товарища. В этот весенний день мемориальная доска увековечила память о герое и высеченными на граните буквами писала его имя в историю.